Итак, уважаемые дамы и господа, 14 часов 1 минута, мы можем начинать сегодняшний день наше занятие. Кстати, у нас требования остаются те же самые, по возможности соблюдаем тишину, потому что у нас аппаратура настроена таким образом, что разговоры там, чем дальше человек находится, тем лучше слышно. Здравствуйте, я Русских Лилия Валерьевна, врач-эндокринолог областного эндокринологического диспансера и сегодня буду рассказывать по поводу сахарного диабета. Итак, сахарный диабет это хроническое заболевание, для которого характерно повышение уровня сахара в крови. Связано это либо с относительной, либо с абсолютной недостаточностью гормона инсулина. За последние 30 лет увеличилось сахарного диабета значительно в мире. Считается, что к 2025 году будет более 300 миллионов людей, болеющих с сахарным диабетом. В основном это будет за счет второго типа и тенденция сахарного диабета второго типа в том, что он молодеет. То есть болеют не люди старшего возраста, а люди старше 35-40 лет. Сахарный диабет второго типа. Это наша презентация? Это презентация. Мы можем, если у вас с собой не спрашивать. То есть, ну я буду рассказывать точно, что у нас есть, но это помнил. Смотрите, в чем проблема сахарного диабета? Это в том, что повышение уровня сахара в крови поражает сосуды, сосуды, глаз, почек, ног. То есть увеличивается частота развития сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов, инсультов, ишемической болезни, церкториальной гипертензии. Увеличивается риск поражения почек, то есть, который проявляется сначала микроальгуминурия, а в дальнейшем приводит к развитию почечной недостаточности. Поражения нижних конечностей в виде полинайропатии, микромокроангиопатии. Опять-таки то, что я уже сказала, это микропатия, это ретинопатия поражения сосудов глаз, которые приводят к возникновению слепоты. И поражение сосудов нижних конечностей, которое может привести к возникновению язвы на ногах, которая приводит к возникновению ампутации и естественной инвалидности. Можно дальше? Так, ну, опять-таки, распространенность в мире 366 миллионов человек, в Украине это более 1 миллиона человек, это то, что зарегистрировано, на самом деле, ну, как мы все знаем, что это в 3 раза больше, и связано это с тем, что нет диагностики должного сахарного диабета. Прирост идет, что каждые 10 лет будет увеличиваться, в 10-15 лет будет увеличиваться в 2 раза частота сахарного диабета, самое, что действительно грозное хроническое заболевание в связи с этим, которое есть. Фактором риска развития сахарного диабета для второго типа, то есть это наследственный анамнез, если в семье есть кто-то, кто болеет сахарным диабетом вторым типом, есть достаточно большая вероятность, что кто-то заболеет еще из членов семьи. Следующий момент – это избыточная масса тела, либо ожирение, причем чем выше степень ожирения, тем увеличивается частота развития сахарного диабета второго типа. Это малоподвижный образ жизни, гиподинамия тоже приводит к возникновению сахарного диабета. Нарушение колерантности к углеводам, либо нарушение гликемии натощак, которое было ранее диагностировано, это один из тоже факторов риска сахарного диабета второго типа, поэтому таких пациентов надо будет достаточно часто обследовать. Гестационный сахарный диабет, то есть это любое нарушение углеводного обмена, которое возникает во время беременности. Женщины с таким диагнозом являются женщинами, факторами риска развития сахарного диабета второго типа. Женщины, которые родили детей более 4 кг, либо с пороками развития, тоже являются как-то риском по развитию сахарного диабета второго типа. Ряд заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, артериальная гипертензия, ИБС, инсульты. Это факторы риска развития сахарного диабета, метаболический синдром, подагра. Затем дислепидемия, то есть повышение уровня холестерина в крови, это тоже факторы риска развития сахарного диабета второго типа. И еще это прием психотропных препаратов, которые используются для лечения шизофрении, либо для лечения биполярных расстройств. То есть таких пациентов тоже надо будет обследовать. Я постараюсь. Можно дальше? Ну и еще раз я повторюсь, сахарный диабет – это заболевание, для которого характерно повышение уровня сахара в крови. Связано это с абсолютно либо относительным недостатком гормона инсулина, который вырабатывается бета-клетками поджелудочной железы, либо сочетание одного и второго фактора. Чем опасен сахарный диабет? Не тем, что повышаются просто сахара, а тем, что поражаются сосуды глаз, почек, нижние конечности и приводят к осложнениям, о которых мы уже ранее говорили. Так, ну что происходит во время, что происходит с нарушением регуляции глюкоза для сахарного диабета? То есть для второго типа организм не в состоянии эффективно использовать глюкоз, не в состоянии эффективно использовать инсулин, который вырабатывается в организме. Причем он может вырабатываться при сахарном диабете второго типа в достаточном количестве, но по определенным причинам наши клетки и ткани не чувствуют этот гормон. Это приводит к возникновению состояния инсулинорезистентности и возникновению сахарного диабета второго типа. Второй момент – это организм не в достаточном количестве вырабатывает инсулин, непосредственно, соответственно, тоже не происходит нормальное снижение уровня глюкозы в крови, либо сочетание одного и другого фактора. И еще момент в плане того, что глюкоза может выбрасываться из, образовывается из гликогена в печени, это так называемое состояние глюконеогенеза, это возникает достаточно часто с заболеваниями желудочно-кишечного тракта состояния и тоже возникает инсулиновезистенность. Существует два основных типа диабета. Это сахарный диабет первого типа, либо его называют диабет молодого возраста. Он возникает при абсолютной недостаточности гормона инсулина, когда поджелудочная железа не вырабатывает инсулина, разрушена больше, чем на 90%. И второй тип основной диабета – это сахарный диабет второго типа. Вот здесь немножко другие механизмы. Это может быть либо относительный недостаток инсулина, когда его много, но клетки и ткани не чувствуют. Это состояние инсулино-резистентности, абсолютная недостаточность инсулина, когда поджелудочная железа уже не вырабатывает в достаточном количестве гормона, либо сочетание, что клетки и ткани не чувствуют и не вырабатывается достаточное количество инсулина. Есть еще рестационный сахарный диабет – это состояние, нарушение углеводного обмена, которое возникает во время беременности. И бывают другие типы диабета, связанные с приемом рядом медикаментов, либо с рядом с заболеванием. Можно дальше? Это либо поджелудочный железо не вырабатывает достаточное количество инсулина, либо вырабатывает его в достаточном количестве клетки, но они не чувствуют, либо сочетаются в эти два фактора. Так, еще раз, инсулинорезистентность – это состояние, когда клетки ткани не чувствуют гормон инсулин. Это основная причина возникновения сахарного диабета второго типа, он достаточно часто ассоциируется с лишним весом, то есть с лишним весом с жировой тканью, либо с ожирением. Можно дальше? Сахарный диабет второго типа имеет несколько этапов своего развития. Получается, начинается это с нарушения толерантности к углеводам, стадии так называемого преддиабета, а в дальнейшем это состояние проводится возникновению диабета. То есть на фоне того, что уровень глюкозы в крови еще будет нормальный, но уровень инсулина уже достаточно высокий. Вторая фаза – это когда уровень глюкозы в крови тоже нормальный, но уровень инсулина уже происходит снижение. И третья фаза – это когда уже недостаток идет уровня инсулина в крови, естественно, это приводит к повышению уровня глюкозы в крови. К моменту установления диагноза сахарный диабет второго типа 50% клеток уже не функционируют в поджелудочной железе. Дальше происходит дальнейшее снижение функционирующих бета-клеток. И в дальнейшем это приводит к возникновению явного сахарного диабета. И зачем нам это надо знать? Для того, чтобы мы понимали, какие препараты мы будем использовать. Можно дальше? Чем опасен сахарный диабет? Опасен он в первую очередь своими осложнениями. Существуют ранние осложнения – это гипогликемия, кетоацидоз. Чаще всего это характерно все-таки для пациентов, которые болеют первым типом диабета, либо и находятся на инсулинотерапии. То есть гипогликемия – это состояние, при котором снижается уровень сахара в крови ниже нормы. Норма у нас 3,5-5,5, происходит снижение либо, когда резко происходит снижение сахара с высоких цифр. Даже если это нормально, человек тоже может чувствовать гипогликемию. Ну и гипогликемия – это состояние, которое связано с высоким сахаром, при котором образуются кетоновые тела в крови. И мы по мочи можем обнаружить ацетон. Это достаточно два тяжелых, угрожаемых состояния, которые требуют немедленного вмешательства с нашей стороны. И позднее осложнение – это микрососудистые. То, что мы говорили, это ретинопатия, нефропатия, микроангиопатия. И макрососудистые – это поражение сосудов сердца, поражение сосудов головного мозга. Опять-таки, то, что я говорила по поводу гипогликемии – это снижение уровня сахара в крови. Почему это происходит? Несоответствие между приемами углеводов и поступлением инсулина. То есть, либо человек забыл поесть, когда он принял сахароснижающие препараты, в том числе инсулин, либо доза препарата была больше, чем необходимо в данный момент. Что необходимо делать? В этот момент необходимо, если человек в сознании, дать ему прием, что есть что-то сладкое, прием углеводов, причем не бесконтрольно, а достаточно. Мы должны дать в размере одной хлебной единицы. Это может быть 100 мл какого-то сладкого сока, либо чая с медом, чая с сахаром, либо просто сахар. А дальше дать ему что-то поесть. То есть, это может быть кусок хлеба с чем-то еще, вот там с мясом, с кусочком сыра. Проявляется гипогликемия бывает несколько степеней. Это легкая, средняя степень, тяжелая, тяжелая. Это имеется в виду уже гипогликемическая кома. Легкая степень гипогликемии не всегда требует нашего вмешательства из них. Проявляется она такими вегетативными синдромами в виде дрожи в теле, сердцебиения, приступа голода, может быть какая-то агрессия быть у человека, потливость, может быть ухудшение зрения, снижение остроты зрения, тошнота и беспокойства. Когда появляются такие симптомы, есть смысл проверить человеку уровень сахара в крови. Можно дальше, да? Если он низкий, в этом случае уже оказывается мероприятие. Еще раз повторюсь, что провоцирует, это передозировка препаратов, то есть когда лекарство было дано или выпито пациенту больше, чем ему необходимо, либо пропущен прием пищи. То есть это два таких достаточно веских момента. Ну и плюс, действительно, беременность, это любой из триместров оформления огородью, но беременность это совершенно другая категория людей. Можно дальше? Кетоацидоз. Это состояние, которое требует немедленно действительно госпитализации, оказания медицинской помощи. Для него характерно высокий уровень сахара в крови, наличие ацетона в моче, и бывает с нарушением сознания, это кома, либо без нарушения сознания. Основная причина – это недостаток инсулина. Клиническая картина проявляется жаждой, обезвоживанием, снижением давления, выраженная слабость, отсутствие аппетита, тошнота, иногда боль в животе, головная боль, запах ацетона в выдыхаемом воздухе. Заторможенность иногда бывает с потерей сознания. Давайте дальше. По поводу микроангиопатии, диабетической ретинопатии. Все пациенты, страдающие сахарным диабетом, должны раз... ...находиться у такого специалиста, как офтальмолог. Если есть изменения уже со стороны... ...изменения со стороны зрения, то есть ретинопатия диагноз... ...при пролиферативной, это раз 6 месяцев, пролиферативной раз в месяц должны быть врачи офтальмолога. Клиническая нефропатия, это достаточно грозное осложнение со стороны почек, то есть поражаются сосуды почек. Клинически мы ставим 3 стадии. Это микроальбуменурия, протеинурия и уже стадия почечной недостаточности. Поэтому раз в году суточная микроальбуменурия должна быть. Если уже появляется белок в почке, это протеинурия, требует консультации нефролога, и дальнейшего лечения вместе с нефрологием. Давайте дальше. Так, это макрососудистые осложнения со стороны макрососудистые осложнения. Это ишемическая болезнь сердца, это острый коронарный синдром, сердечная недостаточность, которая достаточно часто возникает у пациентов с сахарным диабетом. Это поражение сосудов нижней конечности, макрангиопатия, это циропарскулярные заболевания, то есть инсульты. Диабетическая макрангиопатия это заболевание артерий нижней конечности, которые возникают при сахарном диабете. Оно опасно тем, что может приводить к возникновению синдрома диабетической стопы, а в дальнейшем приводить к ампутациям нижней конечности и инвалидизации пациентов. Нейропатия. Диабетическая макрангиопатия это поражение нервной системы, при сахарном диабете. Бывает периферическая, либо центральная полинаеропатия. Здесь камера и микрофон стоят, они записывают. Я бы с удовольствием подошла к вам ближе. И достаточно грозное осложнение с синдромом диабетической стопы. Возникает оно при патологических изменениях периферических нервной системы, нарушении микроцеркуляции в сосудах нижней конечности и поражением костно-суставного аппарата. Критерии диагностики сахарного диабета второго типа. Смотрите, у нас есть стандартный глюкозотолерантный тест, который мы проводим с 75 граммами глюкозы, растворённых в 300 мл воды. Меряется сахар пациенту натощак, и через 2 часа после приёма этой глюкозы. Для сахарного диабета характерно повышение натощак 6,1, через 2 часа после приёма углеводов 11,1. Это диагноз сахарный диабет. Нарушение толерантности к углеводам, когда показатель больше чем 5,5, но меньше чем 6,1, и через 2 часа после приёма углеводов больше 7,8, но меньше чем 11,1. И есть третье состояние, это нарушение глюкемии натощак, когда цифра сахара больше чем 5,5, но меньше чем 6,1, но через 2 часа после приёма углеводов, углеводной нагрузки, цифра меньше 7,8. А если ориентироваться на гликозилированный гемоглобин, это средний показатель за 3 месяца глюкозы, цифра меньше 6,5, нам помогает сориентироваться, что сахарного диабета нет. Если больше 6,5, требует дальнейшего наблюдения и обследования. Это можно пропустить? Да, это можно пропустить, и я это рассказала, то, что у нас есть сахарный диабет, нарушение толерантности к углеводам, нарушение глюкемии натощак и норма. Норма – это цифра сахара 3,5-5,5 натощака, и через 2 часа после приёма углеводов меньше 7,8. Гликозилированный гемоглобин должен быть 6,5 и меньше – это норма. Всё, что больше, это уже нарушение углеводного обмена. Лечение сахарного диабета второго типа состоит из нескольких этапов. Начинаем мы лечение в любом случае из диеты терапии. Это обязательный момент в лечении любого типа сахарного диабета. Диета – физическая нагрузка. То есть мы учим пациентов изменять образ жизни, а только после этого добавляем сахароснижающие препараты и инсулинотерапию, если в этом будет необходимость. Ещё момент – обучение самоконтроля. Это достаточно важный момент для компенсации сахарного диабета второго типа. Первого типа в том числе. Здесь тоже мне кажется, я покажу. Смотрите, лечение сахарного диабета. Вернется? Да. Чья это презентация? Наша? Это наша была презентация? Это разум. Ничего не слышно, ничего не видно. Замечательно. Верните назад, там за цифрами. Нет, 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 ещё первая. Ещё назад. Ещё назад. Ещё назад. Так, смотрите, если выбор лечения сахарного диабета, ну, подход у нас достаточно индивидуальный. Начиная мы ориентируемся на возраст, на продолжительность жизни человека, на уровень исходной сахара и гликозилированного гемоглобина в том числе. Если гликозилированный гемоглобин 6,5-7,5, начинаем мы лечение с рекомендаций по питанию, физической нагрузке и препаратом выбора является метформин. Даём мы метформин, начинаем с дозировочки 500 два раза в день, а потом с частотой раз в неделю, раз в две недели доводим до средней терапевтической, это обычно где-то около 2 грамм метформина. Если в течение трёх месяцев, через три месяца мы контролируем уровень сахара и гликозилированного гемоглобина, у нас не происходит снижение к этому метформину, мы подбираем либо препараты сульфанил мочевины, либо препараты ДППП и пептидаза 4, то есть либо один, либо другой препарат. Опять ждём три месяца. Если говорить по поводу препаратов... Если говорить по поводу препаратов сульфанил мочевины, их есть несколько групп... Я просто не знаю, там презентация есть в подведке? Я не видела презентацию вообще в 20 минут. Можно ли проясать, чтобы знаешь, что происходит? По порядку группы препаратов, это не заинтересует... Все, да? Вот это? Я нашу машину. Это все, да. Давайте возвращаться на нашу. Продолжение следует... 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 Русские максимальные дозы сахароснижающих препаратов. Это гликозилированный гемоглобин больше 9%. Это показания к назначению инсулинотерапии. Кетоацидозы. Некоторые оперативные лечения, которые требуют длительного наркоза, тоже требуют перевода на инсулинотерапию. Наличие острых осложнений. Инфаркт либо инсульт на фоне выраженной декомпенсации сахарного диаметра. Диабета. Дифференциальная диагностика первого и второго типа диабета обычно не представляет никакой затруднение. Для первого типа характерно выраженная симптоматика. То есть это выраженные клинические проявления сахарного диабета в виде полиурии. Это выраженная жажда, это утомляемость, это снижение веса, резкое снижение веса в течение короткого промежутка времени. Это молодой возраст, то есть младше 35-40 лет. Это выраженная обычно гликемия натощак. В течение дня выраженный уровень сахара, повышение уровня сахара в крови. Это вот если говорить по поводу второго типа диабета, то клинические проявления, конечно, менее значительные. Повышение сахара может быть незначительное, то есть больше нормы, незначительное повышение. Очень редко обнаруживается китоз, то есть повышение ацетона в крови. Возраст старше 40-45 лет обычно. Достаточно часто второй тип диабета, то, что я говорила, сопровождается избытком массы тела, либо ожирением. Для определения еще можно использовать, определять уровень цепептида и инсулина. То есть для первого типа диабета характерно снижение уровня цепептида и инсулина в крови. Существует несколько у нас схем лечения инсулинотерапии второго типа в комбинации с сахароснижающими препаратами. Обычно мы начинаем с базального инсулина на ночь в размере 10-12 единиц перед сном поле пациента. Если нет эффекта от такой назначения, добавляют еще одну инъекцию продленного инсулина непосредственно перед завтраком. Тот же в размере 10-12 единиц. Если эффект не наступает, тогда добавляют к базальному инсулину короткий инсулин. Делают так называемую базисболистную терапию. Так, ну то, что я сказала, если недостаточно базисно продленного инсулина, добавляют короткий инсулин перед основными приемами пищи. Обычно одна хлебная с учетом количества хлебных единиц, то есть углеводов, которые принимает пациент. Если говорить по поводу завтрака, одна хлебная единица, это такая условная единица в размере 10-12 граммов углеводов, на завтрак требует 2 единицы инсулина для утилизации, для обеда. Это такая средняя схема для обеда. Полторы дозы инсулины требуют одна хлебная единица. Если говорить за ужин, 1 хлебная единица примерно равна 1 единице инсулина. Второй тип диабета с лишним весом. Естественно, на фоне того, что происходит снижение веса, обычно показатели углеводного обмена становятся значительно лучше. И можно достигнуть компенсации сахарного диабета, стабилизации, прогрессированию, осложнению. А вам, чем можно? Я постараюсь. Тереша. Дорогите, Аниша. Сейчас мы попробуем активировать доски. Нам техники помогли. Если это ваши доклады, то мы сможем. Здесь чисто. Здесь еще раз. Здесь тоже здесь чисто. Мы делаем 5-минутный перерыв. Сейчас забудем все, чтобы вы проверили, чтобы это будет снижение. Давайте, давайте, чтобы не было анакладов, поскольку здесь и сервер. В общем-то, немножко оборачиваем. Продолжение следует. 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 Продолжение следует.